Который обрабатывает информацию, но здесь очень важно, куда идет устремление. Ты для получения или для отдачи? Для развития вообще всего, всех этих я, всего тела, всего. Либо для того, чтобы что-то получить. То есть эго или душа. То есть состояние «мы» на самом деле это состояние души, открытости и так далее. Вот эти моменты такие интересные, когда ты начинаешь что-то делать в различных действиях. И вот как ты, вот ты начинаешь двигаться, что-то происходит. Вот там шевельнулось, это как вот в ощущениях произошло, реакция, обжегся или еще что-то. Насколько ты допустишь какой-то анализ, оценки и тому подобное от этого внешнего. Если ты не допустишь, иначе ты опустишься глубже. И ты вот будешь уже сознавать, чувствовать, для чего это надо, что это такое. Но если ты начал вот это вот поддаваться, стал не наблюдателем, даже вот надо как-то так разложить, наверное, более правильно. Не наблюдателем, а внешним реагирующим существом. То это все программно, это просто ты, получается, полностью зависишь от внешнего. Если ты не реагируешь, ты переходишь на чувства, и ты начинаешь включать сознание. И ты в этих чувствах, в чувственных каких-то переживаниях, начинаешь все отпускать. То есть идти глубже. Глубже к какому-то знанию, видению. Это образуется как некое состояние пустотности. И когда у тебя, ты отказываешься, чувствуя интуитча, от какого-то логического обработы, ты обработал. На уровне чувственного восприятия, а не чисто умом, сухо. А чувственно прожил, это вот в этих прямо каких-то тонких шевелениях внутри тела. То, не допуская каких-то таких вот выводов, что я вот решил, что это так или так. Ты отказываешься от всего, и ты обретаешь состояние изначального. Состояние пустоты, состояние внутреннего покоя. Ты обретаешь этот покой. То есть ты сделал какие-то эксперименты, от прямых экспериментов до жизненных ситуаций. Ты все отпускаешь. Это смирение с миром, вместе, в единстве, значит, ты в некой пустоте. Тебе все, как бы, все спокойно. Тебе вообще все, все равно. И все твои изыскания, и все. Потому что это чистый свет здесь пробуждается, и там чистота, то, из чего порождается. И когда оно включается, начинает работать вот это я, осознание всего происходящего. И начинается ясновидение. Начинается совершенно другой уровень какого-то творческого преобразования, который постепенно включает вот это вот единое. Включаются какие-то эгрегоры, включаются высшие силы, включаются низшие силы, хотя тебя стащить тут. Создается вся эта. Включается свое очищение. Включаются люди, которые соединяются с твоим пространством. Выключаются те люди, которые не соответствуют этому пространству, они уводятся из твоей жизни. Это может быть единовременно, либо постоянно, когда человек вошел в этот поток сознательной жизни. Опять же, под видением, помню. Ну, кроме тех 0,2% людей, которым дан возможность самим, как они некоторые думают. Ну, я знаю, что я не сам. Мне дается там определенный час процент. В детстве многих, очень многих ведут. Мне давалось 50% моего выбора. То есть на 50% вели, потому что этого хватало. Потому что сознание было достаточно чистое. И я все детство до армии прожил комфортно. Делал по-простому, что хотел. Туда хотел, сюда хотел ходить. То делал все, делал. Я все время смотрел на всех людей, ровесников, все как на некий бред сумасшедший. Хотя я не противопоставлял. То есть у меня и конфликта ведь не было никогда ни с кем. Ну, то как-то шумел. Я просто занимался тем, что хотел делал. Учился, как хотел. То на двойки, то на пятерки. С кем хотел, с тем общался. Не хотел общаться. Я не хотел, когда по-простому ребята прибегают к своему другу, говорят, побежали там. Да, побежали, все. Он уже автоматически. У меня было такое. Захотел, побежал. Захотел, не побежал. На меня часто обижались, но почему-то эта обида исчезала. Потому что я ее не поддерживал. Опять же, это вот те, кого ведут. И те прессинги, которые оказывали, допустим, родители, это было все равно. Сидишь лет 10, читаешь книгу, на тебя орут, пытаются что-то заставить делать. Я читаю книжку дальше. Спокойно. Вот так как-то. Вот так. Ну, все.